Мы приветствуем вас на канале Небо и Земля. Мы сегодня отправляемся в небольшое путешествие трех дней по российской земле, Нижегородскую область, село Дивеево, основная точка нашего маршрута, дальше Нижний Новгород. Ну, поехали! Желаем вам мира, поменьше труда и побольше зарплаты. Пусть оборваться в городок. И номер стоит всего лишь 1600 рублей за сутки. Привет, друзья! Привет! Мы, как всегда, перед дорогой заехали, заправились кофе. Из Макдональдса. Сейчас еще заправим свою машинку, и наша дорога начнется уже практически без остановок. Да, едем мы из города Уфы. Наш маршрут Уфа-Дивеево, и следующая основная точка, это Нижний Новгород. В Нижнем Новгороде мы будем в первый раз. Да, и расскажем вам, конечно же. Ну вот, друзья, мы выехали из города, заправились сами. Заправили автомобиль, и двигаемся по трассе М7. Сегодня очень оживленная трасса, несмотря на то, что выходной день, 1 мая. Да, сегодня праздник, и вас тоже с праздником поздравляем, с праздником мира и труда. Желаем вам мира, поменьше труда и побольше зарплаты. Ну что, друзья, мы покидаем пределы родного Башкортостана, езжаем в республику Татарстан. Ах, Танышский район, республика Татарстан. Природа республики Татарстан примерно такая же, как и природа республики Пашкортостан. Так что визуально мы ничего не заметим. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. А я жуясь утре дома, где все просто и знакомо на денек. Где без спроса ходят гости, где нет зависти и злости, милый дом. Друзья, это развязка на Казань, мы туда почти доехали. От Уфы примерно 500 километров. В саму Казань заезжать не будем, проследуем дальше. Дорога хорошая, погода замечательная. Продолжаем движение до Лыскова. Там свернем с трассы М-7 и пойдем в сторону Арзамаса. Друзья, мы заехали в город Арзамас. Мы еще посмотрим, правильно ли мы едем, потому что только что был знак, указывающий, что нам нужно проехать прямо, а мы повернули направо. Вот проверим, насколько верна карта МЭП-СМИ. Вот это сооружение. Ой, что это такое интересное? Это капец российскому автопрому. Вот такой вот маленький город Арзамас, в основном частный сектор. Есть, конечно, небольшие тоже высотные здания. Может быть, мы, конечно, проезжаем окраину. Весь наш путь пролегает через Арзамас. Может, на самом деле надо было объехать все? Там была объездная дорога, но почему-то навигатор нас потянул через город. Мы уже за сегодняшний день проехали 960 километров. Нам осталось где-то 80-90 километров. 60, говорит. А, 60? Да. Ну, до точки 60 километров, так что скоро будем на месте. Сейчас мы проезжаем с Паса в Рябаженский мужской монастырь. Посмотрите, какая красота. Справа Николаевский монастырь. Через 50 метров налево. Справа еще какой-то исторический объект, но мы не нашли, что это такое на карте. Вау, красиво. Очень. Очень. Ну, вот мы и в Дивеево. Мы, наконец-то, приехали. Проделали путь 1025 километров. Это от Уфы до Дивеева. Очень устала я. Очень. А я не очень. Сейчас пойду еще погуляю. Слава Богу, мы доехали. Ну, все. Мы идем заселяться. Друзья, ну что? Мы, наконец-то, заселились в гостиницу Дивеевское подворье, которое я забронировала через Букинг. Ссылка будет ниже видео. Вы можете также заходить по ней и бронировать отели по всему миру. И вам зачтется тысяча рублей. Ну, у нас такой небольшой, но уютный номерок. Сейчас все покажем. Да, это номерок у нас на двоих. Санузел с горячей водичкой, унитаз, умывальник. Это я. Душевая в конце коридора. Также можете посетить душевой. Здесь выдают постельное белье, выдают полотенце. И номер стоит всего лишь 1600 рублей за сутки. Можно сказать, бесплатно. Место, в которое мы приехали, особо и представлять не нужно. Достаточно просто сказать – село Дивеево. Здесь находится знаменитый на весь мир свято-троицкий Серафимодивеевский монастырь, который в народе называют просто так же, как и село Дивеево. Это четвертый и последний удел Пресвятой Богородицы, место, которое находится под ее особым покровительством. Всего в мире существует четыре таких удела. Первый – это Иверия в Грузии, также Святая гора Афон в Греции, Киево-Печорская лавра на Украине и наша Дивеева. Дивеевский обитель, помимо того, что является четвертым уделом Пресвятой Богородицы, славится еще и своим главным преподобным – Серафимом Саровским. Он был духовным наставником монастыря, и его мощи хранятся именно здесь. Жил он на рубеже XVIII и XIX веков, а канонизирован относительно недавно, в начале XX века. А перед нами – величественный, красивый Троицкий собор. Поклониться мощам Батюшки Серафима можно с бокового входа Преображенского собора. Но имейте в виду, очереди там почти всегда длинные, и нужно быть готовым выстоять два или три часа, что мы и сделали. Если купить иконку Серафима Саровского заранее в киоске или соборе, то можно попросить матушку приложить ее к мощам. То же касается и ладанок. Чувства, которые мы испытали, не передать словами. Одним словом – Божья благодать. Далее мы направились к одной из главных святынь монастыря – Святой Канавки Пресвятой Богородицы. Это особое святое место, священная земля, по которой каждое утро незримо ходит сама Пресвятая Богородица. Ее так часто в народе и называют Богородичная Канавка. Царицы Небесные ежедневно проходят по Канавке, обходя свой удел и благословляя всех. Именно поэтому в Девеево обязательно нужно пробыть сутки, обязательно переночевать, как мы и сделали, чтобы сподобиться этого благословения Божьей Матери. Отец Серафим говорил так – «Канавка – это стопочки Божьей Матери. Кто канавку с молитвой пройдет, да полтораста Богородиц прочтет, тому все тут – и Афон, и Иерусалим, и Киев. Цветую канавку нужно пройти, прочитав 150 раз «Богородица Дева Радуйся». Пройдя Преображенский собор, мы увидели памятник семье императора Николая II. Открыт он был совсем недавно, 31 июля 2017 года. И этот памятник здесь не случайно. Саровская земля и семья последнего российского императора были тесно связаны между собой. Именно царь выступил инициатором канонизации батюшки Серафима в 1903 году. Более того, он лично нес на своих плечах раку с его мощами во время торжественной церемонии перенесения мощей Серафима в Свято-Троицкий монастырь. На территории Девеева есть шесть источников. Источник в честь иконы Божьей Матери Умиления, Святого Пантелеймона, Казанской Божьей Матери, Преподобной Александры Девеевской и в честь Иверской иконы Божьей Матери. Также в 16 километрах от Девеева источник Серафима Саровского. Но мы до туда не доехали, планируем следующий наш приезд. Мы решили отправиться к Святому Источнику Казанской Божьей Матери, что находится в 20 минутах ходьбы от храмового комплекса. На Святые Источники люди приезжают, чтобы набрать чудотворные водицы, а также окунуться и исцелиться от недуг телесных и духовных. Изначально мы тоже планировали окунуться в Святые Источники, но из-за такой холодной погоды мы не рискнули. Ну, думаю, в следующий раз. Мы добрались до Нижнего Новгорода. Отель-гостиный двор. Отель-гостиный двор. Где-то около 18-20 километров до центра Нижнего Новгорода. И в двух километрах от аэропорта. Хотя аэропорт даже не чувствуется. Пока ничего не летает. Ничего не летает. У сторонних сейчас покажем наш номерочек. Идемте смотреть. Вот такой вот просторный, огромный номер. Огромная, краб. Как-то устало. Ой, да. Сегодня был достаточно трудный, тяжелый день. Еще и холодный, и дождливый. Номер стоит 3000 рублей за сутки. И завтрак включен. Тут вот такой вот санузел с огромной душевой кабиной. Все аккуратно, чисто. Это у нас сегодня будет ужин. Мы купили в Дивеево торт медовик. И также на ужин у нас будут овощи и фрукты. Да, это все, что есть. Просто тут рядышком кафешки мы не нашли. Тут такой шкафчик, смотри. Тут даже полотенце есть. Смотрите, это для девочек. Я вообще это люблю. В каждом городе, куда приезжаю, я первым делом иду в ванную и смотрю, что же нам тут положили. Это гель для душа, мыло. То есть то, что с собой можно не брать, да? И зубной набор. Если вы, например, забыли зубную щетку с пастой, можете ходить и не манять. Для придорожного отеля очень даже, вообще, очень даже неплохо. Замечательно. Целый день мы были в Дивеево, проснулись в 7 утра, чтобы успеть на утреннюю службу в самом главном монастыре Серафима Дивеевском, в Троицком соборе. Зрелище было просто уникальное. Собрались все священнослужители Нижегородской епархии и близлежащих городов. Сейчас идет еще первая седмица Пасхи, и везде в храмах, особенно в Дивеево, там идут пасхальные службы. Очень красиво и приятно для души. Но единственное, что народу очень много. Там собирается народ со всей России. Приезжают как паломнические группы, так и люди, как мы, например, на собственном автотранспорте. Там достаточно много гостиниц, но все они заняты. Это говорит о том, что посещаемость этого объекта очень высокая. Я видел номера и из Ростовской области, и Краснодарский край индексы, и Владимирской области. Очень много с Москвы, с Петербурга видел. Также Дивеево знаменит чудотворной иконой Богородицы умиления. Друзья, встретимся с вами в следующем выпуске, уже из Нижнего Новгорода. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok